Пограничные части и подразделения в битве за Кавказ в Северо-Кавказской госакадемии прошла первая городская научно-практическая конференция. Каковы последствия участия в несанкционированных митингах? Сотрудники полиции провели встречу со студентами Качагу имени Умара Алиева. В Карачаево-Черкесском госуниверситете состоялся и молодежный бизнес-форум. Он собрал тех, кто в будущем планирует стать предпринимателем. Народ жив, пока живы его культура и язык. В Черкесске прошел оригинальный круглый стол «Сохраним родной язык». Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Жанкиозов. Около 4 тысяч домов бесплатно газифицировано в Карачаево-Черкесии в рамках программы догазификации. Ход исполнения программы социальной догазификации в субъектах России обсудили на заседании Федерального штаба по газификации под руководством вице-премьера Александра Новака. В совещании от Карачаева-Черкесии приняли участие председатель правительства Мурат Аргунов и генеральный директор «Газпром» межрегион «Газчеркесск» Олег Дергачев. Так, из 5 596 домовладений потенциально пригодных газификации на сегодняшний день газовая инфраструктура доведена до границ 3 802 домов, а в 2039 уже выполнен пуст газа. Одно из самых продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. К 80-летию победы в битве за Кавказ на базе Северокавказской госакадемии была проведена первая городская научно-практическая конференция пограничные части и подразделения в битве за Кавказ. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В рамках проекта «Историческая память» совместно с ветеранскими организациями на протяжении долгого времени проводятся мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти. Научно-практическая конференция не стала исключением. Проводится она впервые, но станет доброй традицией, поделился куратор федерального партийного проекта «Историческая память» Альберт Зугаев. Научно-практическая конференция мы обозначили такой формат с привлечением среднеспециальных учебных заведений, чтобы привлечь интерес молодежи к этой теме, пробудить какие-то краеведческие моменты, чтобы молодежь привлекалась, изучала свои истории. В ходе мероприятия были представлены научно-исследовательские работы студентов по теме пограничной части и подразделения в битве за Кавказ. Студентка педагогического колледжа провела большую исследовательскую работу. Ей удалось узнать о жизни земляков-ветеранов и проследить их боевые и трудовые пути. Во время выступления она рассказала об участниках этой битвы. С одним из них студентке удалось связаться и записать обращение. Моя работа заключалась в том, что можно узнать как можно больше о ветеранах-пограничниках Великой Отечественной войны, чтобы наше подрастащее поколение не забыло о военных действиях, чтобы не забыли о наших героях. Помимо докладов, присутствующим показали исторический фильм о пограничниках, участвующих в битве. Это неосвещенная тема, оставляющая пробелы в истории. И для того, чтобы вызвать больше интерес, мы привлекаем молодежь, рассказал председатель Совета ветеранов пограничной службы Карачаева-Черкесии Сергей Юрьев. Основная задача – это у каждого есть небольшая страничка, рассказать о пограничниках, участниках битвы за Кавказ на территории Карачаева-Черкесии. Это в первую очередь. Чтобы те, кто присутствует, могли доказать или понять, что это такое. Ну и я еще раз говорю, это главное вот начало всего этого. Но в дальнейшем мы хотим все-таки, чтобы это развивалось и дальше заинтересованность появилась. Организаторы мероприятия – Министерство образования Карачаева-Черкесии, Совет ветеранов пограничной службы республики, партия «Единая Россия». Завершилось мероприятие награждением участников и концертной программой. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Важно сохранить мир и толерантность в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе. Развивать добрососедские отношения. Уверены как старейшины, так и представители молодежи, обращаясь к жителям Карачаева-Черкесии. Говоря о ближневосточном конфликте, нужно помнить о необходимости не поддаваться эмоциям и не вестись на провокации. Несанкционированных митингов надо немножко сторониться, потому что сейчас страсти накаляются, и тут и фейковые эти там идут, разного толка. В общем, надо придерживаться именно линии президента Российской Федерации. Именно мы все, и государство, и жители Карачаева-Черкесской республики, гражданское общество, должны совместно, именно совместно сегодня, такой важный момент, что сохранить страну, сохранить стабильность внутри страны. Это общее у всех у нас, и как гражданское общество, так же и органы государственной власти. В Карачаевске сотрудники полиции провели встречу со студентами университета имени Умара Алиева. Обращаясь к студентам, заместитель начальника полиции МВД по Карачаево-Черкесской республике Ануар Шаев рассказал о последствиях, связанных с участием в массовых мероприятиях, митингах, шествиях, собраниях и пикетах, предварительно несогласованных с органами власти. Он отметил, что в условиях несогласованных мероприятий возрастает риск провокации со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае личная безопасность может оказаться под угрозой. Представитель МВД ПКЧР также предупредил об административной ответственности и разъяснил санкции из статьи об административных правонарушениях за участие в подобных мероприятиях и вовлечении в них несовершеннолетних. Ануар Шаев рекомендовал присутствующим критически относиться к публикуемым в сети интернет, материалам, содержание которых зачастую бывает недостоверным, нарушающим закон и воздержаться от распространения подобной информации. Вы знаете, народы Карачаева Черкесии и Российской Федерации, они издревле живут в едином культурном пространстве. Это не для того, чтобы закопарно сказать несколько слов о дружбе, единстве и так далее. На самом деле сила наша сила, богатство наше. А именно ценим, дорожим, приобщаемся к культуре друг к другу. Это является базисными ценностями нашей культуры народов Карачаева Черкесии, Северного Кавказа и нашего университета. В Карачаево-Черкесском государственном университете состоялся и молодёжный бизнес-форум. Он собрал тех, кто в будущем планирует стать предпринимателем. Сессии, обучающие тренинги, розыгрыши призов и возможность получить ответы от спикеров на все интересующие вопросы сопровождали участников бизнес-форума. Альбина Ламкова продолжит тему. Грандиозное событие для тех, кто хочет прокачать свои навыки управления и коммуникацией, протестировать их гипотезы идеи. А ещё просто хорошо провести время на выступлениях и мастер-классах, которые собрало более 160 участников. На площадке вуза присутствовала молодёжь со всей республики. Возможно, в будущем известных предпринимателей. Молодёжь – это одна из самых динамичных и активных социальных групп в обществе. Она играет важную роль в формировании и её развитии, внося свой вклад в различные сферы жизни, отметил министр экономического развития Корчаева-Черкесии Артур Езауф. Сегодня в активно меняющемся мире, в период изменений, молодёжь должна суметь адаптироваться под текущие реалии, суметь для себя извлечь пользу, выгоду от происходящего и эффективно начать развивать своё дело. И наша задача, задача государства и институтов развития – обеспечить их всем необходимым для того, чтобы дать им старт в начале осуществления собственного дела. Сюда могут входить и меры государственной поддержки, и наставничества, и адресная помощь каждому молодому предпринимателю. Составили программу форума, максимально полезная для людей, которые в будущем планируют создать и развивать свой бизнес. Как вы сами считаете, на каком этапе запуска бизнеса стоит заняться наймом ассистентов? Смотрите, как бизнес развивается. Он развивается как человеческая жизнь. Есть природа детства, потом юность, зрелость и старость. То есть любой бизнес начинается со старта. В рамках мероприятия прошло пленарное заседание, где спикеры и участники обсуждали актуальные вопросы и проблемы, связанные с молодёжным предпринимательством. Участники смогли получить консультации от экспертов и ознакомиться с возможностями финансирования своих проектов. В будущем диалог с молодёжью может стать залогом успешного развития экономики нашей страны. Молодёжь не только учится, но уже создаёт, открывает и развивает свой бизнес. В этой связи сегодня мы для молодых и начинающих предпринимателей будем рассказывать об основах предпринимательской деятельности, поговорили, дискутировали с экспертами, которые сегодня, гостями с экспертами, которые сегодня нас посетили. А также некоторые из экспертов сегодня будут вести образовательные несколько сессий. Кроме того, были проведены тренинги, на которых участники могли получить полезные знания и опыт для развития своего бизнеса. Сейчас предпринимательская деятельность является одним из наиболее эффективных инструментов направления деятельности с точки зрения успешной самореализации нашей прекрасной, талантливой, перспективной молодёжи Карачаева Черкесской Республики. И, конечно, здесь следует обратить внимание на то, что в рамках мероприятия и пленарной сессии присутствовали представители не только центра «Мой бизнес», но и торгово-промышленная палата, конечно, Министерство по делам молодёжи Карачаевской Республики, и были представлены институты поддержки молодёжного предпринимательства, где молодёжь нашей республики, действующие потенциальные предприниматели, получили возможность задать свой вопрос, получить на него ответ. Спикеры форума рассказали о своём конкретном опыте и успехах в предпринимательской деятельности, поделились примерами успешных стартапов, инновационных проектов и преодоления трудностей на пути к успеху. Это были вдохновляющие практические рекомендации для студентов, которые задумываются о своей собственной предпринимательской карьере. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Народ жив, пока жив и его культура и язык. В Черкесске на базе Центра выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Карачаева-Черкесии «Спутник» прошёл региональный круглый стол «Сохраним родной язык». В мероприятии приняли участие учителя родных языков, представители общественных организаций и министерств региона. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная цель круглого стола – обсуждение актуальных вопросов по изучению родных языков и литератур народов Карачаева-Черкесии в системе образования, выработка рекомендаций и практических решений для повышения эффективности работы в этом направлении. Открывая мероприятие, министр образования и науки республики Инна Кравченко подчеркнула, что в регионе уделяется особое внимание сохранению и развитию языков и культур представителей всех проживающих в республике национальностей. Урочные и внеурочные мероприятия по родным языкам и литературам формируют знания об истории своего народа, его языковой культуре, национальном характере, традициях и обычаях, нормах и правилах поведения, художественных и ремесленнических промыслах и, конечно, польклоре. Во всех общеобразовательных организациях с 1 по 11 класс изучают родные языки. Учитель карачаевского языка и литературы средней школы номер один карачаевска Фатима Лайпанова поделилась своим опытом преподавания и рассказала о методах использования современных технологий во время обучения. За победу в 13-м межрегиональном профессиональном конкурсе учителей родных языков «Мы разные, но равные» министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко вручила благодарность и грант-главы республики Фатиме Басьятовне за участие в этом конкурсе. Моя задача, чтобы дети познавали свой язык и для этого необходимо их заинтересовать, отмечает педагог. В моей работе я использую, конечно же, компьютерные технологии, я использую игровые технологии, которые помогают мне раскрыть детей, которые расковывают детей в таком плане, что они начинают говорить на родном языке, сами того не замечая, хотя раньше у них был какой-то психологический барьер. В своем сегодняшнем докладе я рассказала о своей работе, которая посвящена тому, что я постоянно погружаю детей в родной язык. Прекрасной нитью по всей моей работе вообще идет погружение в родной язык и историю своего народа, карачаевского народа. Родной язык нужно познавать с малых лет, и родители должны этому способствовать, заверила в своем докладе руководитель дошкольного образовательного учреждения Яслисад Марамыс Аула Эль Буруган Оксана Аджиева. Она поделилась своим опытом преподавания с использованием компьютерных технологий и способами живого общения. Абазинский язык, я думаю, как и все, в принципе, национальные языки, они более сложны в произношении, есть звуки более сложные, чего только стоит звук, например. Тут уже возникают у ребенка сложности, поэтому зачастую ребенок выбирает то, что легче. И наша задача состоит в том, чтобы в этом раннем возрасте показать ребенку красоту языка, что вовсе не труден язык, если играть с помощью этого языка, общаться со сверстниками. В завершении заседания круглого стола «Сохраним родной язык» была принята резолюция, которая будет направлена в образовательные организации республики и рекомендована для внедрения в образовательный процесс. Аль-Халеб Шоков, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите рубрику «Сила права» с участием представителей прокуратуры. Слово Белли Джозаевой.